Ну и сразу встает вопрос. После развала Советского Союза левая идея подвергалась особенным атакам со стороны либералов. А сейчас почему-то левая идея стала предметом атаки для так называемых патриотов. Почему история Советского Союза, который был вершиной исторического развития в технологическом смысле, в уровне жизни людей, почему вдруг эта часть истории России стала предметом для нападок патриотов? Ну я бы не назвал их патриотами, потому что все-таки большая часть того, что мы называли патриотическим лагерем, она все-таки оказалась вместе с КПРФ, Загрудининой и так далее. Я называю этих людей мракобесами и черносотинцами. Они, собственно, являются черносотинцами. Они не скрывают. Они публикуют черносотинных авторов, я имею в виду Меншикова, Тихомирова, Солоневича, Ильина. Там вот всю вот эту черносотинную публику. Ну, допустим, кто-то из них не совсем черносотинцы, но они публикуют и откровенных черносотинцев. Полностью проработали, прошерстили все черносотинные газеты, журналы. И всю свою идеологию, и все свои, кстати, взгляды на историю, они именно оттуда черпают. И поэтому я бы их не называл патриотами. На мой взгляд, черносотинцы это особый такой слой, который, к сожалению, в нашей стране возродился. И, наверное, не случайно возродился. И который все-таки к патриотизму не имеет ничего общего. Когда я смотрю на этих людей, слушаю их, читаю, у меня всегда в голове одна фраза, которую я в Советском Союзе, живя, не понимал никогда. Вот никогда не понимал. И только сейчас, когда я столкнулся вот с этой публикой, я эту фразу понял. А именно фраза «Патриотизм – это последнее убежище негодяев». Вот я в Советском Союзе думал, ну как может самое святое чувство патриотизма, как это может быть прибежищем угодяев? Вот так. Вот посмотрите, послушайте. Вот именно негодяи, которые лгут, фальсифицируют историю, при этом прикрываются еще православной верой, клянутся божаться на каждом шагу. Ну вот реально факт. И в каждой мелочи вот это проявляется.